Между тем, в Саратовской области очередь в детские сады составляет почти 3 тысячи детей. И большая их часть – дошкольники Саратова. Их больше 2,5 тысяч. Чиновники говорят, проблему решают. В течение нескольких последних лет ввели в эксплуатацию 13 тысяч мест в детских садах. Таких показателей удалось достичь благодаря реализации федеральных проектов и финансовой поддержке инвесторов. В этом году планируется открытие семи новых детских садов, рассчитанных в общей сложности почти на тысячу мест. Еще в 10 дошкольных учреждениях региона будет проведен капитальный ремонт, благодаря которому удастся ввести еще 510 мест. При комплектовании уже на этот год основной акцент, конечно, мы будем делать именно на детей в возрасте от 3 до 7 лет, потому что именно эти дети имеют преимущество при поступлении в рамках выполнения указа президента. Но и с учетом того, что мы прекрасно понимаем, что да, мы много строим и в городе Саратове включительно, но мы прекрасно помним о том, что основная очередность, конечно, у нас это центральные районы города Саратова, а именно это, конечно же, Волжский район. Что касается платы за детские сады, то повышаться она будет. По словам чиновников, это неизбежно. В некоторых муниципальных районах области родительская плата много лет не корректировалась. Это сказывается на качестве и калорийности питания воспитанников. Конечно, цена за содержание детей в дошкольных учреждениях не должна увеличиваться сразу в несколько раз, как это, например, произошло в Марксовском районе. Это незаконно. Напомню, там родители воспитанников забили тревогу, поскольку с 1 июня плата за детский сад выросла в два раза. На место выезжала специальная комиссия. Приказ о повышении оплаты был отменен, а местный руководитель отдела образования отстранен от должности. По словам профильного чиновника, увеличение оплаты должно быть обоснованным. Разрешается увеличение родительской платы не более чем два раза в год и не более чем на величину инфляции. То есть в настоящий момент это не более чем 7%. Кроме того, всегда такое решение, когда принимается, прежде всего, проект данных законотворческих актов всегда направляется в прокуратуру. И плюс непременно всегда перед этим, конечно, идет общественное обсуждение. То есть родителям непосредственно нужно объяснить, почему повышается родительская плата и предоставить весь расчет увеличения родительской платы на ту дельту, на которой проходит как раз увеличение. Детским садам, расположенным в сельской местности, посоветовали заниматься натуральным хозяйством и выращивать продукты. Это снизит затраты на питание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова